Соревнования по вольной борьбе проходили на двух коврах и в 10 весовых категориях. Чувствовался накал страстей и воля к победе, однако не всем удалось пробиться в финал. Кому-то не хватило техники, кому-то упорства. По окончанию схваток были слезы радости и поражения. В соревнованиях принимали участие новички и профессионалы. Борцы, хоть Молдова не такая большая, но показывает мастер-класс. Теперь у них нормальный был. Команда наша отлично отборолась. За ковром переживали и поддерживали своих воспитанников и их наставники. По их словам, такие чемпионаты дают возможность выявить сильнейших ребят, которые потом смогут учиться в спортивном лицее и представлять Гагаузию на чемпионате страны. Ребята соскучились и с удовольствием участвуют на этих соревнованиях. Очень много ребят появились с сел. Видно, что тренера работают в селах и появляются дети хорошие, способные, талантливые. Но плюс к этому, если самые лучшие дети, которые здесь хорошо отборются, то они должны в перспективе передать спортивный лицей, чтобы они продолжили свой профессиональный уровень повышать. Соревнуются очень на неплохом уровне. Есть дети в спорт лице, есть дети в селах. Конкуренция неплохая. Дети выступают очень хорошо. Я смотрю каждую встречу. Мне очень интересно смотреть на них. Конечно, рады в первую очередь для наших детей, что они развиваются, им нравится. И нам нравится ездить на соревнования, чтобы они проявляли себя. Главный судья соревнований Илья Исир отметил, что чемпионат проходит на высоком уровне. И это очередная ступень для спортсменов. Это один из этапов, которые мы выявляем сильнейших детей. И они, естественно, будут после этого готовиться по своим возрастам к чемпионату Республики. И я думаю, и там должны они показать хорошие результаты. Директор спортивной школы села Конгат Дмитрий Исир отметил, что после долгого перерыва данные соревнований – глоток воздуха для спортсменов. Они смогли показать свои навыки и умения, которые приобрели за это время. Дети должны, если они приют, они должны бороться. И поэтому мы очень рады, пока набираются опытом в дальнейшем в чемпионате мира Республики Игры. Все победители получили медали, грамоты, денежные премии. За первое место – 200 леев, второе – 100 и два третьих по 50 леев. Динаида Канцер, Влад Табачук, Алексей Герчуг, ГРТ Новости.